Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за лондонский арсенал FIFA 23 на PS5. У нас ребята стартует второй сезон, так что усадьтесь поудобнее, не забывайте поддерживать видосик своим лайком, давайте постараемся набрать больше полутора тысяч, для вас это не проблема, но для меня отличная мотивация снимать как можно чаще. На днях у нас стартовала карьера за игрока и как я и говорил, сейчас когда на канале две карьеры, они будут чередоваться, чтобы никому не было обидно. Мы ребята продолжаем, у нас предсезонный турнир, я думаю мы его сыграем на интересных эпизодах, также у нас сегодня планируются трансферы и как мы видим Лукас Эрнандес присоединился к Манчестер Сити, соперники усиливаются, ну а значит и мы должны ребята кого-то приобрести. Наш состав сейчас выглядит следующим образом, довольно неплохо прокачались некоторые футболисты, довольно много ребят вернулось из аренды, но кого-то я снова отправил в аренду, кого-то пока оставил. И ребята у нас наверное две главные позиции, это необходим защитник, потому что с защитой у нас были проблемы и я нашел один хороший вариант, который может сыграть как в центре, так и на правом фланге. И кстати говоря ребята в комментариях мне подсказали, что наш защитник Уайт, он тоже может играть правого защитника, не знаю почему здесь в FIFA у него это не указано, на сайтах у него есть дополнительная позиция, это правый защитник. Также у нас иногда проседает Джака, он уже в возрасте и собственно на его позицию я тоже нашел интересного футболиста. Многие предлагали Канте, но Канте мне кажется уже в возрасте и за него требуют даже сейчас очень неплохих денег. У нас же ребята трансферный бюджет не столь велик, у нас 187 миллионов и я думаю ребята нам должно хватить на хорошего защитника, на игрока центра поля, может быть что-то оставится еще, потому как ну всякое бывает ребята, играть долго и возможно зимой потребуются какие-то экстренные трансферы, поэтому все до копеечки летом тратить не будем. Нам ставят новые цели, на второй сезон нам нужно достигнуть количества игр минимум с одним завитым голом в сезоне 20 матчей, ну а также за 3 сезона подписать лучших игроков мира в количестве 4, рейтинг 82+, но это ребят слишком долгосрочная мне кажется задача, мы столько карьеру не планируем проходить. Также международный успех, нам нужно дойти до финала лиги чемпионов, нам также нужно выиграть в этом сезоне чемпионат и выиграть кубок Emirates Cup, то что как раз мы в прошлом году, в прошлом сезоне не выиграли, ну а также заиграть хотя бы одного подписанного из молодых игроков академии 50% игр за сезон. Ну это я не знаю и по финансам, но мы практически увеличили стоимость клуба на 25% за счет продаж, за счет получения призовых, с этим проблем точно не возник. Вот ребята, те два футболиста, про которых я говорил, первый из них это Серж Милинкович Савич, рейтинг 86, у него ребята через год заканчивается контракт и мы можем попытаться его приобрести по довольно вкусной цене. Нам говорят, что мы можем предложить в районе 59 миллионов и возможно Лацио согласится, это было бы здорово. А второй ребята, футболист, которого я приметил, это Калулу из Милана, как мы видим и ЦЗ и правый защитник, у него высокие рейтинги в обороне, молодой парень, да может быть рейтинг у него не самый высокий, но ребята я играл за него в Squad Battle в Ultimate Team, и мне этот парень понравился именно по своей модельке, именно по тому, как он действует, я очень надеюсь, что в карьере он сделан не хуже. У него хорошее чтение в защите, отборы, подкаты, короткие пасы, разгон, скоростной рывок, реакция, это то, что нужно как раз нам, ребята, в защите, да и цена у него не самая большая, так что давайте попробуем его приобрести. К нам приехал, ребята, тренер Милана, и сейчас как раз мы с ним обсудим возможный трансфер центрального защитника. Раз соперники усиливаются, нам тоже нужно, ребята, усиление, давайте попробуем дать им 29 миллионов, может быть они согласятся на эту сумму. Нас-то устраивает, отлично, мы согласны, ну и мы тоже. Давайте тогда сразу попробуем договориться с Лацо по поводу Милинковича Савича, 59 миллионов предложим, а дальше уже будем торговаться, и если они согласятся нам его продать, то уже как раз отправимся на переговоры сразу с двумя футболистами и с их агентами. Ну, я надеюсь, что за год до конца контракта все-таки нам пойдут на уступки, и давайте посмотрим. 59 миллионов, как нам писали, можем попробовать. Рыночная стоимость 73, они хотят 18 200, еще и с метроу. Контр-предложение, убрать игрока обмена, новая цена, давайте 62. Попробуем вот так, 62 200. Это разумное предложение, я рад, что мы смогли договориться на такой сумме трансфера, и давайте попробуем сейчас с ними договориться. Итак, Серж Милинкович Савич, у него 96 тысяч зарплата, ну посмотрим. Мы встречаемся в ресторанчике, с ним и с его агентом, это девушка. Ну, как мы знаем, девушки любят по максимуму выбивать деньги, так что сейчас, я думаю, переговоры простыми не будут. Итак, роль в составе, ну, наверное, ключевого игрока, потому что мы берем его на место Артеды, о, Джаки. Джаки, ребята. Прекрасный, это соответствует нашим ожиданиям. Контракт, ну, 28 лет, ну, давайте на 3 года такой, скажем, стандартный. Это их тоже устраивает. Игнорируем отступные. Что по зарплате? Ну, давайте, я не знаю, давайте также, давайте дадим 99, прикольное число, и подписной бонус, ну, скажем, 400 тысяч. Они хотят зарплату 100 тысяч, подписной бонус за 15 забитых голов, еще 2 250. Так, изменить бонус. Давайте за 20 голов. Он согласен, он согласен на эти условия. Ну, вот мы тоже немножечко, так скажем, поднадавили. Они хотели чуть более другие условия. Ну, 20 голов, это пойди еще забей. Так что эти 2,5 почти миллиона мы, может быть, сохранили еще у себя. А кто знает, может быть, сейчас Серж Велинкович Савич как разойдется, ребята. Да как начнет лупить. И будет забивать чуть ли не в каждом матче. Удар-то у него приличный, да и техника тоже в порядке. Проверяют его сейчас на тренажерах. Спрашивают, как он себя чувствует. Вот почему такие татуировки не могут сделать в карьере игрока? Я, честно сказать, не понимаю. Это, ну, не сложно же. У вас же есть UFC. И вы делали там кучу приколюх с внешним видом. Не знаю, почему это не добавить в карьере игрока. Итак, ранг. Ну, хотя бы B, ребята. Прекрасная цена. Посмотрим, почему только B, а не ранг A. Ну, нам все Томасо Парти предлагает. И Тилиманса, да? Там вообще в старте у нас Виейра. Сумма трансфера 62,2. Желаемая цена. Ну, слушайте. Могли бы сэкономить на 7 миллионов на этой сделке. Но, извините меня, мы предлагали 59, да? И заплатили всего на 3 миллиона больше. Уж не знаю, как там надо было сэкономить еще 7 миллионов. Ну, да ладно. Теперь, ребята, к Калулу. Наш центральный защитник. У него зарплата неизвестна. Ну, я думаю, раз он стоит не так дорого, то и зарплата, наверное, у него не очень большая. Но сейчас, возможно, нам все расскажет его агент. О тех условиях, которые они хотят. Ну, и вряд ли это ключевой игрок нашей обороны. Да, они сами предлагают игрока ротации. И меня это полностью устраивает. Отлично. Контракт на 3 года. Да, это меня тоже полностью устраивает. Отступные мы игнорируем. Зарплата 49,5. Подписной бонус 430 тысяч. Все в порядке, ребята. Никаких бонусов, никаких там 30 выходов на поле за кучу миллионов дополнительных. Все аккуратненько, без каких-либо завышенных ожиданий. У нас, ребята, два новичка. И надеемся, что они вольются как следует в нашу команду и помогут в этом сезоне в борьбе чемпионата, кубков, а также Лиги чемпионов. Вот Артета встречает Калулу. Говорит, увидимся на тренировке, а пока проходи все тесты. Ну и вот Калулу в новой футболочке Арсенала, ребята, с Артетой. Ну что, вот и два новичка. Посмотрим, как сейчас отреагируют в нашем клубе на эти переговоры ранг F. Серьезно, они посчитали, что этот футболист нам не нужен, да? Ну не знаю, у него прокачка просто безумная. И я надеюсь, что этот парень в ротацию нам точно зайдет на ура. Потому что у нас есть проблемы с правым защитником иногда, есть проблемы с центральными. И по факту у нас из хороших защитников замены только лишь есть Уайт. Потому что остальные ребята, они действительно уже либо староваты, либо просто не подходят нам по составу. У нас пришло довольно, ребята, сочное предложение по Эдегору от Атлетика Мадрид. 152 миллиона. Но этот парень, ребята, капитан нашей команде. И не просто так он в прошлом сезоне носил капитанскую повязку, чтобы сейчас, выйдя в Лигу Чемпионов, уйти из команды. Мадридский Реал пришел с предложением по Тамьясу. Но этот парень тоже у нас основной. Он неплохо себя показывал в прошлом сезоне. И в этом он нам тоже пригодится. У нас также пришло предложение по Товарышу, который вернулся из аренды от Эвертона. Но я хочу попробовать этого парня на замену. Он, в принципе, на левого защитника сможет менять того же Тирни. И, возможно, он еще покажет себя в команде. Ну а вот и групповой этап, ребята. Вот так вот выглядит наша группа. Много интересных команд. Я взял специально предсезонку с командами поинтересней. И мы ее проведем на ярких моментах. Вот стартовые составы. Телеман, Смелинкович, Савич с первых минут. Если что, ребята, есть кому выйти. Ну и поехали играть яркие моменты. Давайте попробуем сыграть все яркие моменты, как в защите, так и в атаке. Мы, ребят, посмотрим сейчас, сколько матчей у нас будет на предсезонке. Потому что в первом сезоне мы вылетели. Не дошли до финальных стадий. Не смогли завоевать трофей. Но сейчас состав стал посильнее. Но и соперники на этом предсезонном турнире сильнее, чем на прошлом. Я выбрал максимально такой насыщенный предсезонный турнир. Там много хороших, сильных команд. И вот первый из них Милан. У нас вторая минута. Это, ребята, угловой. Габи Жезус. Принимает мяч. Можно пробить Жезусу. Удар по воротам есть. Но тащит голкипер. Хороший момент. А вот уже атака Милана. Двадцатая минута. Все спокойно. Арсенал будет бить штрафной. Мартин Эдегор у мяча. Но я думаю, здесь не стоит бить. Здесь нужно просто, ребята, аккуратно разыграть. Только вот кому? Вот сейчас на Мартинелле можно покатить. Сака Эдегор. Здорово. Мартинелли. Один ноль. Вот здесь было красиво разыграно. Как, ребята, по нотам. И Мартинелли забивает на двадцать седьмой минуте. Здорово. Но открылся. Никакого офсайда. И Эдегор, аккуратно обработав мяч, делает пас на партнера. Пятьдесят первая минута. Наша новая атака. И здесь можно что-то придумать. Забросик на Сака. Сака подрабатывает мяч. Бьет в дальний. Но галкипер на месте. Вот уже и штрафной Милана. Пятьдесят вторая минута. И Танали у мяча. Подача. Мяч вынесли. Но недалеко. Еще один выход Жезуса. Но вот здесь уже нужно подождать, ребята. Я думаю, сейчас отыграемся с другими партнерами. Габи Жезус не смог. Не смог мяч сохранить. Подустал. Но тем не менее, это 1-0. Победа. Три очка есть. И давайте смотреть, что ждет нас дальше. Второй матч группового этапа. Игра против Атлетика Мадрид. У них так же, как и у нас, и у Баварии по три очка. Но на первом месте Бавария. Она забила три. Пропустила два. И, в общем, пока является лидером. Давайте отправляться на игру. Также на ярких моментах постараемся сейчас, ребят, сыграть. И поехали. Нам достались на этом предсезонном турнире как раз-таки команды уровня Лиги Чемпионов. Мы можем посмотреть, на что они способны. Атлетика Мадрид. Бавария. Да тот же Милан тоже сейчас в хорошей форме. Поэтому, ребята, нужно смотреть. Сейчас Габи Жезус выходит на ворота соперника. Там всего лишь один защитник. Жезус. Передача на Сака. Развивается атака нашей команды. Сака. Мартинелли. Один удар. Второй. И он не попадает. Это был очень хороший момент. Ну, а вот уже на тринадцатой минуте не, ребята. Атака Мила... Милана, хотел сказать. Атака Атлетика Мадрид. Но мы здесь тоже справляемся. Еще одна атака. Лиоренто сейчас с центра поля тащит мяч. Отдает налево. Главное до удара не давать доводить. А удар прошел в ближний. Это, ребята, по-моему... Кунья. Да, действительно, это он очень здорово с шведкой забивает, ребята, в ближний. Новая контратака Атлетика Мадрид на тридцать шестой минуте. Ну, вы знаете, вот эти вот моменты, они как раз могут где-то помочь нам научиться играть в обороне получше. Здесь был офсайт. А вот уже и наша контратака. 58-я минута. Но, правда, мы вдвоем здесь убегаем с Жезусом против трех защитников. Хорошая передача. Габи Жезус. Мартин Эдегор. Терш Мелинкович Савич. Как он здесь скинул. Залетел в штрафную. Удар поворотом. И вот он первый гол Савича. А скидывал ему, ребята, по-моему, не Юрий Тилиманс. Очень красиво. Пятка и повтор покажут. Нет. Но это ничья 1-1. Разочаровали Мадисьяна Облако. Но было красиво. Еще одна атака Арсенала. 69-я минута. Мартинелли. Забросик на Жезуса. И Жезус выскакивает. 1 на 1. Ну же Жезус. И 2-1, ребята. Вот тут реализовали момент красиво. Какой же пас на Жезуса. И как же, ребята, он забивает. Это было здорово. Не самый сильный вынос. Не самый слабый. Как раз то, что было нужно, чтобы убежать Жезусу. В итоге это победа 2-1. И у нас 6 очков из двух матчей. Мы с Баварией лидируем в группе. У нас забито 3. Пропущен 1. У них забито 5. Пропущено 2. Севилия сейчас идет на третьем месте. Мы как раз встречаемся с ней. И как я понимаю, сейчас будет борьба за выход из этой группы. Давайте тогда, ребята, приступать. Вот стартовые составы. И поехали. Эти яркие моменты очень сильно похожи на новую фишечку момента в Ultimate Team. Где вы получаете какие-то задания. И вам нужно за отведенное время реализовать те задания, которые вам дали. Например, не знаю, сделать какой-нибудь финт. Обыграть там соперника и забить гол. Либо просто там сделать 3 передачи в центре поля. Отдать какую-нибудь передачу на ход и забить гол. И вот здесь в некоторых этих моментах тоже ты смотришь. И прям видно, ребята, видно. Те самые задания. Где нужно... Ну вот как, например, с голом Габи Жезуса. Когда нужно было сразу же молниеносно просто навешивать на футболиста нашей команды. Белинкович Савич. Сака. Удар по воротам. Потащил голкипер. Выполняется угловой Севилии. 17-я минута. Мне нравится, что в полных ярких моментах здесь есть и атаки, и оборона. Потому как, когда ты ставишь только атаку, там ты можешь включить какой-то моментик. А там ты уже проигрываешь. И непонятно вообще, как команда могла забить тебе гол. Ну а так, хотя бы, ребята, у нас есть какие-то шансы отбиться. НСР. Пас на ход штрафную. Там Ясу. Не нужно сейчас выключаться. Передача пяточка. И она не получилась. И мы идем в новую атаку. Нет. Это пенальти в наши ворота. Лукас О'Кампас против Рамсдейла. А Кампас берет разбег. А Рамсдейл тащит, ребята. На 41-я минута. Новая возможность для атаки. И насколько насыщенной получается игра. Пас на Габи Жезуса. Жезус разворачивается. Удар Жезуса. И гол. Вот здесь даже микропаузу Габи Жезус сделал. Но все равно смог забить. Я хотел просто резко развернуться. А он начал на одном месте прокатывать мяч. Но возможно это тоже смутило защитника, вратаря. Ну а после Жезус как из пушки бахнул. 68-я минута. Новая атака Севилии с центра поля. И нужно постараться сейчас встретить. Опасная передача. Удар. И просто везет. И снова Севилия. 70-я минута. Джордан в центре поля. Против него Милинкович Савич. Перевод на фланг Тамьясу. А здесь офсайд. Не было офсайда. Я подумал вот этот свисток как раз и сигнализировал офсайд. Да, офсайд все-таки был. Потом когда забили гол, я подумал, что это был свисток с трибун. Но нет, ребята. Мы побеждаем 1-0. Интересная была игра. У Севилии было немало моментов. Мы даже гол забили. Был пенальти. Но мы забираем три победы из трех. А теперь, ребята, видимо, немножко по-другому. Изменился предсезонный турнир. Здесь просто группа. И кто первое место занимает, тот и выигрывает. И мы, видимо, его заняли. Потому что Бавария проиграла. И нам добавили чуть больше 6 миллионов евро к трансферному бюджету за победу. Нам, ребят, пришла информация, что Ливерпуль выплатил отступные за Габриэля. И начал с ним переговоры. Поэтому сейчас мы пытаемся его переподписать. Чтобы сохранить в клубе и не отпустить конкурента. Роль в составе, ребят. Ну, ключевой игрок. Габриэль один из ведущих наших защитников. Это все их устраивает. Продление еще на плюс 2 года. У него почти 4 будет. Это тоже нас устраивает. Отступные мы игнорируем. Что касается зарплаты. Давайте до 80 поднимем. И дадим еще 300 тысяч подписного бонуса. Они хотят подписной бонус 690. И выходы на поле 5 раз 13 тысяч. Ну, хорошо. Если их 13 тысяч за 5 выходов устроит. Отлично. Сохраняем Габриэля, ребята. Потому что сейчас терять основных футболистов из обоймы перед стартом тяжелого второго сезона нам ни в коем случае нельзя. Ну, а вот и пресс-конференция перед Суперкубком с РБ Лейпцига. Что вы ждете от матча против Лейпцига в рамках Суперкубка? Я хорошо знаю своих игроков и не сомневаюсь, что они готовы к любому уходу соперника. Мы уверены, что сможем победить и продолжить двигаться к навечной цели. Ваша команда хорошо провела предсезонную подготовку. На основании этого можно делать какие-то выводы о том, что... Как сложится вообще игра. Будем играть как обычно. Мы не планируем отходить от своего стиля. Вы пока не проявляли особой активности на трансферном рынке. Увидим ли мы каких-то новых игроков до закрытия трансферного окна? Мы строим команду, способную побеждать. И в ней есть место только целеустремленным игрокам, готовым выкладываться на полную. Ну, странно, что они не заметили два трансфера почти что на 100 тысяч. Но, ребят, не будем на это отвлекаться. У нас Суперкубок против РБ Лейпцига. Вот они, стартовые составы. И, ребята, поехали. Болельщики потихонечку начинают подтягиваться к стадиону. Хоть сегодня и такая немного пасмурная погода, Суперкубок, я думаю, будет при забитых трибунах. Очень я удивлен, конечно, тому, что РБ Лейпциг смог выиграть Лигу Чемпионов. Но, ребята, вот этот парень Гулачи, он иногда творит такие чудеса. И пробить его бывает очень сложно. Но при этом хорошая быстрая атака Лейпцига может, мне кажется, наказать на абсолютно любого соперника. И вот сколько я помню себя, когда я играл против них в 21-й, в 22-й части ФИФы. Эти ребята всегда давали жару. И с ними получались какие-то просто постоянно невероятные перестрелки. Ну и вернулся Тима Вернер. Нкунку, наконец-таки, обзавелся геймфейсом. Ну и давайте, ребята, тогда начинать. Мы выиграли предсезонку. Выиграли ее на ярких моментах. Но при этом играли с довольно интересными командами. И вот поди его, останови. Удар по воротам. Рамсдейл вступает в игру и первый угловой. Вернер сегодня, я думаю, попортит нервишки нашей обороне. Пошла подача. А там отбились. А вот здесь не успели. Удар по воротам. Но это мимо. Передача в центр. Ну же, Габи Жезус. А второй удар провести не дали. Пас в центр. Здорово. Юрий Телеман. Снова Габи Жезус. А вот тут вот Жезус прошивает соперника. 18-я минута. 1-0. Габи Жезус звонит маме и говорит, что он на один шаг ближе к победе в Суперкубке. Не получилось с первого раза. Получилось со второго. Юрий Телеман. С какая передача. Жезус разворачивается. Не прошивает, ребята, галкипера. Лейпцига. 18-я минута. 1-0. Мы выходим вперед. Тершмелинкович Савич. Ну, здесь он чуть долго возился с мячом. В итоге потеря. Тамьясу. Красавец. Тамьясу пока, ребята, мне нравится, как действует во втором сезоне. Очень здорово. Показывает себя Мартинелли. Классная передача на Жезуса. Габи Жезус. И можно подавать на дальнюю. Но нет. Здесь Гулачи. Он мяч спокойно в руки забрал. Лейпциг начинает новую атаку. А тамьясу блокирует соперника. И не позволяет ему пройти вперед. Эдегор. Передача на Сака. Быстро развивается игра. Без особых остановок. Сака. Пасцентр. Удар по воротам. Потащил здесь, ребята, соперник. Эдегор. Еще момент. Эдегор пока немножко спит. Серж Милинкович Савич. Здорово. Мартинелли. 2-0. Или нет? Нет, ребята. Это дубль Габи Жезуса. 34-я минута в этом сезоне. Этот парень будет разрывать. Он разрывал на предсезонке. Он забивает дубль. Суперкубки. Ну и здесь мы просто додавили. Лейпциг. И Габи Жезус не оставляет шансов гулачи. 2-0. Прервали снова атаку соперника. Мартинелли. Передача в центр. Габриэль выкатывает на Эдегора. Тот отрывается от оппонента. Эдегор. Прострел дальний. 3-0. Ребята, Мартин Эдегор. Ну вот, наконец-таки этот парень проснулся. И с правой ноги бахнул. Буквально с линии штрафной. Почти 118 километров в час, ребята. Скорость полета мяча. Это 3-0 в первом тайме. Ну и мне кажется, Лейпциг может ехать домой уже в перерыве. Перевод на фланг. Здесь Тирни. Паспяточкой. Вставай, 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 вставай. Хорошо. И можно на Сака забросить. Хороший, хороший черпачок Сака. Принимает мяч. Удар поворотом. Вынимает четвертый. Сегодня все летит. Сегодня, ребята, все летит. Пацанчики на районе разносят. РБ Лейпциг победителя Лиги Чемпионов. Ну просто пошла жара, ребята. Ошибается здесь защитник Лейпцига. Проталкивает мяч дальше Сака. И вот так вот ударом. А в дальнюю штангу. Он забивает четвертый гол в первом тайме. Ну и я думаю, да, можно идти на перерыв. Лейпцигу нужно немножко отдохнуть. У нас двойная замена в перерыве. Выходит Мудрик вместо Мартинелли. А также, ребята, выходит Калулу вместо Габриэля. Пытается, пытается здесь накрутить Калулу. Но партнеры, ребята, подстраховывают. Здорово. Тирни, Мудрик. Передача на Габи Жезуса. Эдегор. И снова пас на Сака. И Сака набирает скорость. И можно навешивать на Габи Жезуса. Это, ребята, хэт-трик. Это хэт-трик Габи. Малый Жезус. С 53-я минута 5-0. Вот так вот мы разрываем Лейпциг в финале Суперкубка. Ну и снова, посмотрите, бегут три футболиста Лейпцига. Габи Жезус совершенно один. Я не понимаю, что с обороной Лейпцига. Они просто убегают от него. Ну и здесь Хендрикс. Посмотрите, куда он бежал. От головы. Просто в лоб. Просто, ребята, в лоб гулач. И мяч прилетает. И от него заскакивает ворота. Ну, я не знаю, что с командой Лейпцига. Просто убегаем сегодня. Тир, не удар в дальний. Нет. Это я уж на слишком большом кураже решил забить. А вот и Калулу, ребята. Заблокировал удар. Здесь отложенная желтая карточка Тима Вернеру за грубый фолл в центре поля. Удар по воротам есть. Рамсдейл тащит. Вот он в начале матча тащил. Он, ребята, тащит сейчас. Ну и посмотрите, у Вернера. Пять ударов. У Габи Жезуса четыре. Но только Жезус-то оформил хэт-трик. Я не скажу, что как-то Лейпциг мало моментов создает. Молодец Тирни. До конца боролся. Не позволил сопернику сделать подачу. Мудрик набирает скорость. Передача на Тирни. Можно катить дальше. Эдегор. Ну же, вкатывай. Эдегор не попадает. Тирни. И все, ребята. Это победа. Победа. Пять-ноль. Мы реализовали практически все свои созданные моменты. Разнесли Лейпциг в пух и прах. И вот такой вот шикарный старт второго сезона. Он начинается с трофея. Надеюсь, что трофеем Лиги Чемпионов он у нас и закончится. Команда празднует победу. Льет настоящий и просто сильнейший ливень. Но это, ребята, не отменяет всей радости нашей команды. Поздравляем Габи Жезуса с хэт-приком. Поздравляем Арсенал с еще одним трофеем. Ну и в этом году мы постараемся с таким составом биться за все возможные ребята-кубки. Вы поддержите карьерку лайком. Пишите свои комментарии. Пишите советы, предложения. Не забывайте подписываться и залетать в телегу. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok